В редакцию нашего канала начали поступать звонки от обеспокоенных кировчан, ветеранам труда, многодетным семьям и работникам бюджетной сферы. До сих пор не пришли социальные выплаты за декабрь. Сколько еще придется ждать пособий и компенсации, вы узнаете из рубрики «Короткой строкой». Министерство финансов приступило к начислению компенсации и пособий бюджетным категориям граждан. Социальные выплаты, которые ветераны труда и многодетные семьи не получили в декабре, они получат до 15 января. Все январские выплаты, скорее всего, будут начислены до конца месяца. 4 февраля арбитражный суд области рассмотрит дело о банкротстве медиахолдинга правительства Никиты Белых. Ранее зампредправительства Борис Веснин сообщил, что из-за сокращения финансирования могут закрыть и районные газеты. Напомним, в прошлом году в целях экономии уже была закрыта одна газета холдинга. Замминистра строительства и ЖКХ Леонид Князькин опроверг появившуюся в СМИ информацию о повышении взносов на капремонт. Размер платы в 2016 году останется на уровне прошлого года – 7 рублей 10 копеек за один квадратный метр. С 13 по 14 января на участке федеральной трассы «Вятка» будут дежурить дорожные службы. По прогнозам синоптиков, в эти дни ожидается мокрый снег и местами метель с порывами до 22 метров в секунду. Отметим, за последние сутки с улиц города коммунальщики вывезли больше 7 тысяч кубометров снега. Все магистральные трассы доведены до нормального состояния. 11 января хоккеисты «Родины» потерпели разгромное поражение на выездном матче в Красноярске. Место Енисей забил 8 мячей ворота кировской команды. «Родина» же не смогла ответить сопернику ни одним голом. Следующую игру команда проведет 14 января в Кемерово с местным Кузбассом. На Северной набережной в Кирове построят новый горнолыжный комплекс. Стоимость современного центра отдыха – 20 миллионов рублей. По проекту там будет расположено 4 трассы для лыжников и сноубордистов с подъемником, трассы для катания на ватрушках и кафе. Строительство должно быть закончено через 3,5 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова